В районе деревни Горки в эти рождественские дни появилось новое поселение. Здесь обустроились участники мотогонок, которые проводятся уже в течение трех лет и собирают экстремалов из разных российских городов. Первыми на старт вышли юные спортсмены на квадроциклах. Последние приготовления и наставления для каждого важен настрой и вера в успех. Артем Полежаев из «Подмосковных озер» считает себя опытным спортсменом. У меня довольно большой опыт, но в этом классе, в 250-м больших квадроциклах я вторую гонку только еду. Владимир Гусев – отец и тренер одновременно. Не сводят глаз с участвующего в гонках сына Максима. Стараемся, развиваемся, тренируемся. Пересели на новую технику, вторая гонка всего лишь. Так что, ну, добавим еще, я думаю. Как сегодня? Пока не нравится. Не нравится? Нет. Очень строго. Да, да, да. Здесь без строгости нельзя. Гонки проводятся в несколько заездов в зависимости от классов техники и возраста участников. В этом году, говорят организаторы спортсменов, на порядок больше, чем раньше. Многие приезжают издалека. Здесь сейчас уже присутствует не только даже Московская область. Приезжают из Витебска, приезжают из Белоруссии, приезжают из Гомеля. Значит, много гонщиков приезжает из соседних областей. Тульская область, Рязанская, Воронежская. То есть, это достаточно такая уже традиционная гонка, которая объединила очень много людей. Рождественские гонки проходят в два этапа. Каждый участник дважды пробует свои силы, после чего выявляется конечный результат. Особую зрелищность придали выступления взрослых участников. Зрители, которые наблюдали гонки с общего плана, могли видеть в прямом смысле взлетающие мотоциклы. Дорисовывал эту картину рев моторов. А в это же время на казачьем подворье шли народные гуляния. Пошла во горо, меня горе берет. Никакие морозы не способны унять русскую душу, стремящуюся к песням, радующиеся праздникам, коих на Руси в эти январские дни немало. Так 8 января бабьи каши. В этот день женщины, казачки собирались на свои вечерки, потому что 7 января всех угощали, суетились, а уже 8 января женщины устраивали праздник конкретно для себя. Главным блюдом праздника стала традиционная казачья каша – кулеш. Горячая, ароматная, со специями и мясом. Им с удовольствием угощались все желающие. Впрочем, праздник праздником, а дела на подворье всегда имеются. Главное достояние казаков – лошади. Здесь они содержатся в заботе и любви. Кузнец Ян Гвоздев не ради красоты, ради здоровья приводит копыта лошадей в порядок. Его работа требует особого мастерства. Если лошадь спокойно стоит, то работать намного приятнее получается с этой лошадью. Но бывает, что лошадь не всегда понимает, что от нее хотят. И бывает, стоит неспокойно. Для этого нужно ее успокоить. Поглаживание, глазки какой-то, чтобы она понимала, что нет никакой опасности. А в это же время в специальном загоне можно было потренироваться в верховой езде. В этот день каждый желающий мог посидеть в седле или просто посмотреть, как это делают другие. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ.